Полковник Дуглас МакГрегор, я рад возможности сесть и поговорить с тобой. Давай просто начнем. Итак, ты знаешь, очевидно, что на данный момент у нас идут как бы две войны. Война на Украине и новая война на Ближнем Востоке. Похоже, что история с Россией и Украиной была самой масштабной за всю историю, точно так же, как нас безостановочно травят через СМИ. А потом все внезапно переросло в другую войну. Не является ли это сигналом того, что аппетит общественности ослабевает? Или ты думаешь, что правительство так же изменило свое отношение к старой войне между Россией и Украиной, я полагаю? Ну, я думаю, что есть две вещи. Украинское правительство и опосредованная сила, которую мы создали в Украине для нападения на Россию, проиграли. Украина лежит в руинах. Украинская нация, по сути, уничтожена. Эта война должна была закончиться давным-давно. Мы поддерживали ее за счет украинского народа. Я не думаю, что американцы когда-либо понимали многое из этого, или действительно уделяли этому много внимания. Нам очень повезло, что русские решили ограничить боевые действия и ограничить конфликт Восточной Украины. У России никогда не было намерения вторгаться в Восточную Европу. Все это было чепухой. Сейчас они в этом не заинтересованы. Они хотели бы, чтобы война закончилась, но проблема, с которой мы сталкиваемся, заключается в том, как нам покончить с этим, не выглядя при этом нелепо. И я не думаю, что на этот вопрос легко ответить. Все бегают по Вашингтону и Лондону, пытаясь изобразить счастливое выражение на лице дохлой крысы. Именно так обстоит дело с Украиной. Но у русских есть ряд требований. Мне сказали, что на самом деле они отправили ноту по нашей просьбе частным образом по тайным каналам. У людей в Белом доме просто апоплексический удар. Они не знают, как на это ответить. Честно говоря, мы больше не имеем права голоса в том, что происходит на востоке Украины. Как и НАТО. НАТО лежит в руинах. Я буду очень удивлен, если НАТО продержится еще долго. Так что все это вернулось для нас катастрофой. Мы сильно недооценили русских. Мы их не понимали. Мы думали, что сможем изолировать их. Нам так и не удалось этого сделать. И тогда наши вспомогательные силы сделали все, что могли. Но очень сложно создать армию с нуля за короткий промежуток времени. У них действительно не было особых шансов. Так что с этим покончено, и я думаю, что американский народ сейчас сосредоточен на Ближнем Востоке. И это, если хотите, новая катастрофа, к которой, к сожалению, мы приложили руку. Несколько месяцев назад Зеленский был здесь, не просто пытаясь получить деньги от политического истеблишмента. Но он был на Уолл-стрит, и он получил деньги от Блэк Стоун, Блэк Рак и Билла Экмана. Страну просто поделили на части и продали Уолл-стрит. Возможно, на этом миссия была выполнена. Есть какие-нибудь соображения по этому поводу? Ну что же, стервятники Суолл-стрит, безусловно, прилетели сюда и заинтересованы в приобретении в собственность как можно большего количества плодородных земель в Украине. Не забывай, что это знаменитый чернозем. Мой друг, который долгое время жил на востоке Украины, сказал, все, что тебе нужно сделать, это взять палку, вроде метлы, воткнуть ее в землю, и внезапно на ней что-нибудь вырастет. Я имею в виду, что ты говоришь о самых плодородных землях на планете. Это было так здорово, что во время Второй мировой войны немцы заполняли товарные вагоны этой плодородной землей и привозили ее обратно в Германию. Это трагично, но да, я думаю, ты прав. Уолл-стрит найдет способ извлечь из этого выгоду. Я думаю, что Блэк Стоун – это верхушка айсберга, о котором говорится в пословице. Как далеко они зайдут? Я не знаю. Это трагедия. Я ужасно сочувствую украинскому народу. Да, да, я имею в виду, что я видел, знаете ли, Джей Пи Морган, и, как я уже сказал, все эти группы пообещали вложить сотни миллионов долларов инвестиционного капитала. И поэтому, когда вы просто задумываетесь об инвестициях, это означает, что они вкладывают сотни миллионов долларов инвестиционного капитала. Миллиарды долларов в ожидании какой-то отдачи. Итак, природный газ, полезные ископаемые, потенциально уран, плодородные почвы. Все эти вещи, похоже, были потенциально распроданы. А затем будут предприняты серьезные усилия по восстановлению. И так далее. Ну, я ничего не знаю об усилиях по восстановлению. Нам придется подождать и посмотреть. Но ты говоришь о большом ущербе. А инвестирование такого рода средств означает, что в первую очередь необходимо заключить соглашение с русскими. Это означает, что все, что осталось от Украины, должно быть нейтральным и демилитаризованным. Именно это и произойдет. Я не уверен, какое правительство вы получите, но я уверен, что русские назначат кого-нибудь в Совет национальной безопасности при этом правительстве, чтобы гарантировать, что ничего не произойдет. А теперь вернемся к вопросу о том, что же это за цель, в чем ее суть. Это очень важно. В армии мы обычно говорим о трех вещах. Цели, методе и конечном состоянии. В чем заключается цель операции? Как вы относитесь к тому, чтобы выполнить операцию? Другими словами, каков ваш план, каков ваш метод? И, наконец, конечное состояние. Как бы вы хотели, чтобы все выглядело, когда все закончится? Обычно мы не задумываемся об этом на стратегическом или оперативном уровнях. Мы никогда не задаем вопрос прежде всего о цели. Если ты собираешься отправиться в Ирак, и твоя цель превратить его в первую либеральную демократию на Ближнем Востоке, которая будет дружественной Израилю, то ты глупец. Этого никогда не случится. И это, конечно же, было нашей целью в 2003 году. Но она с треском провалилась. Так что у тебя должна быть достижимая цель. Никто никогда не говорил, в чем заключается достижимая цель. Мы говорили о том, что давайте нанесем вред России. Почему? Я так и не понял этого. Я никогда не рассматривал Россию как врага Соединенных Штатов. Так что я пытаюсь понять, что же это такое, какова цель. Мы изгоняем миллионы украинцев из страны и разрушаем экономику и инфраструктуру. Другими словами, как бы ты хотел, чтобы это выглядело, когда все закончится? Ну что же, русские должны потерпеть поражение. Режим должен измениться. Путин должен уйти. Я имею в виду, что все это абсурдная чепуха. Так что у нас проблема. Мы не хотим смотреть на вещи реалистично. Мы смотрим на все через совершенно абсурдную призму того, что Америка незаменимая сверхдержава. Без нас ничего не может произойти. Мы всегда правы. Ну, я думаю, мы знаем, что это просто чепуха. И мы устроили ужасную неразбериху на Украине, и, как я уже сказал, я думаю, что НАТО фактически лежит в руинах. Не оказываемся ли мы в конечном итоге там, где, вероятно, должны были оказаться с самого начала? Нет, я думаю, что все гораздо хуже. Мы могли бы заключить сделку в течение первых 60 дней, которая оставила бы большую часть того, что мы сегодня называем Украиной нетронутой. Путин просто хотел, чтобы россияне имели равные права перед законом. Он хотел, чтобы эта репрессивная политика, проводимая в Киеве, прекратилась. И поэтому он сказал, послушай, если ты согласишься с этим, если ты останешься нейтральным, не вступишь в НАТО. Прекрати попытки превратить Украину в базу для проецирования враждебной силы на Россию. Я был бы удивлен, если бы Путин не дал ясно понять, что Харьков, Одесса и большая часть того, что мы называем Восточной Украиной, не являются российскими. Я думаю, что мы станем свидетелями масштабного территориального обмена. Во-вторых, вы получите нейтралитет, но на этот раз нейтралитет будет определен русскими. Что это значит? Они скажут вам, сколько украинских военнослужащих вы можете иметь под вооружением, где они могут быть размещены, к какому оружию у них может быть доступ. Да, так что им следовало просто согласиться на сделку с самого начала. У них не так уж много денег. Это очевидно. Сейчас не так уж много возможностей для переговоров. Да, мы будем унижены. Давай будем откровенны. Мы будем унижены. Я наблюдал за тобой в сериале «Такер Карлсон», и ты рассказывал о некоторых неудачах на поле боя, о том, как мы расставляем войска и выводим старые танки на позиции, и о том, как русские ведут себя на поле боя. Военные с их космической программой смогли определять цели, изолировать их и поражать в течение нескольких минут, и так далее. И мне показалось, что ты говорил о том, что это так же как бы показало миру, насколько слабы и некомпетентны наши военные старые закалки. Я думаю, нам нужно понять несколько вещей. Во-первых, в военном деле произошла революция. Однако, эта революция не получила четкого понимания. И в ней есть много особенностей, но наиболее заметной из них является возможность связывать платформы для разведки наблюдения, рекогностировки, которые находятся над головой. Или, если уж на то пошло, на морском дне, под водой в открытом море, с различными видами ударных систем, которые теперь стали более точными. Другими словами, вы можете эффективно наблюдать за любым регионом на планете. Вы можете размещать спутники, вы можете размещать наземные платформы, беспилотные и пилотируемые, а также платформы над морем, на море и под водой. Они могут получить четкую картину происходящего. Затем вы связываете эту картину с потенциальными целями, по которым вы, возможно, захотите нанести удар, какими бы они ни были, людьми, оборудованием, инфраструктурой. С ударными системами, ракетами, снарядами, артиллерией, минометами, от самых простых до самых сложных, и у тебя есть возможность эффективно нейтрализовать своего противника очень, очень быстро, если не уничтожить его сразу. Мы проигнорировали это и притворились, что живем в парадигме Второй мировой войны, где есть огромные маневренные силы, которые проносятся по открытым пространствам и решают исход. Те времена прошли. Мы продолжаем создавать обстановку в стиле Второй мировой войны. И, честно говоря, мы снарядили и разместили в Украине очень хорошую армию в стиле Второй мировой войны. Она была уничтожена русскими. Я бы сказал, что русские были первыми среди всех ведущих военных учреждений мира, кто распознал очертания того, что я вам только что описал. Теперь мы можем сделать это очень эффективно. У нас есть технология, но у нас также есть проблема. У нас есть проблема с этой огромной бюрократией в сфере обслуживания. В сфере обслуживания нет единства усилий. Если что-то и происходит, когда вы начинаете операции, то только потому, что люди, проводящие операции, заставляют это происходить. Другими словами, у каждой службы есть своя собственная доктрина, своя собственная организация, свой собственный подход. Идея о том, что это должно быть единое целое, обсуждается, но никогда не реализуется. И, кстати, это приводит нас к банкротству. Ну что же, это, безусловно, банкротство. Я уверен, что Соединенные Штаты тратят на свои вооруженные силы больше, чем остальные 10 стран вместе взятые. Таким образом, при таком количестве потраченных денег, даже если они были как бы разделены на эти четыре вида вооруженных сил, если вы это имеете в виду, при таком количестве денег, которые мы тратим, можно подумать, что даже если бы они были разделены, они все равно смогли бы разработать некоторые из этих новых технологий в рамках своих отдельных филиалов, если не работать сообща. Проблема не в этом. Проблема в другом. В том, чтобы ее координировать. Список технологий довольно обширен, и мы многое из этого контролируем. И все, что нам нужно сделать, это тщательно выбирать из них. Проблема в том, что мы пытаемся возобновить войны, которые никогда не начнутся. Мы не можем, мы не сможем перебросить армии численностью в сотни тысяч человек через открытый океан, так как мы это делали во время бури в пустыне. Этого не произойдет. Подводные лодки, воздушное наблюдение, высокоточный удар с большой дистанции, все это будет мешать этому. Так что попытка создать силы, предназначенные для последней войны, верный способ с треском провалиться. То же самое верно и на море. Что мы собираемся делать с этими крупными надводными флотами, в состав которых входят боевые группы авианосцев? Авианосец это великолепное оборудование. Ты знаешь, он не похож ни на что, что когда-либо видел мир. Проблема в том, что он уже не очень полезен, потому что его невозможно скрыть. И многие адмиралы и старшие офицеры военно-морского флота скажут тебе, о нет, это неправильно. Ты дашь мне авианосцы, и я смогу спрятать их в Тихом океане. Ну что же, если ты сможешь спрятать их, потому что ты так далеко, что никогда не сможешь повлиять на что-либо на суше, я полагаю, это возможно. Но если ты не можешь ни на что повлиять на суше, то зачем нужен авианосец? Так что я думаю, что вся идея гигантских надводных флотов, это то, что я называю парадигмой ютландского Медуэя, которая похожа на парадигму массовых дивизий времен Второй мировой войны. В режиме онлайн, медленно перемещаясь по европейскому континенту или с острова на остров через Тихий океан, все это закончилось. Так что если ты не собираешься делать все это, то какая сила тебе нужна? Вот вопрос, который нужно задать. А теперь другая часть проблемы заключается в том, что мы пренебрегли защитой полушария. Это защита Соединенных Штатов и Западного полушария. Если мы будем продолжать в том же духе, у нас больше не будет страны, потому что реальная угроза Соединенным Штатам исходит не от России, Китая, Ирана или откуда-либо еще. Он доносится с юга от Рио-Гранде, потому что мы открыли эти границы. Он проходит через наши порты, потому что мы их не охраняем, а также через наши аэропорты, потому что, опять же, мы их не охраняем. Мы не знаем, кто находится в стране. И люди ведут себя так, как будто в этом нет ничего страшного, мы можем с этим разобраться. Ну что же, я очень на это надеюсь, и нам лучше начать как можно скорее. Потому что прямо сейчас мы действительно не знаем ответа на этот вопрос о том, кто находится внутри нашей собственной страны. Верно, и вы говорите о переброске большого количества войск, а теперь упомянули южную границу. Таким образом, у нас было около 8 миллионов человек, которые пересекли эту южную границу. Судя по видеозаписям, которые я вижу, границу пересекают в основном мужчины призывного возраста. Таким образом, 8 миллионов мужчин призывного возраста — это немаловажная цифра. Ты абсолютно прав. Я надеюсь, что люди прислушиваются к тебе, потому что ты только что высказал очень важную мысль. Что ты будешь делать с этими людьми, если мы попадем в ту экономическую спираль смерти, которую предсказывают так много людей? Если ты послушаешь Джеймса Рикардса, Кайла Басса или Алистера Маклиода, любого аналитика, который смотрит на хрупкость нашей экономики прямо сейчас, они говорят либо «очень глубокая рецессия» или «тотальная депрессия». Что ты делаешь со всеми этими людьми? И, кстати, зачем они все здесь, если мы не можем их нанять? Ты абсолютно прав. Для нас это огромная проблема. Посмотрите на Европу, и мы сможем точно увидеть, что ждет нас в будущем. К сожалению, и это не очень хорошо.